Ну а сейчас к спортивным темам. В Стамбуле прошла жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы по баскетболу, который, напомню, пройдет в 2017 году. О том, кто попал в группу к российской сборной, расскажет Данила Махалин. Аутсайдер, участники плей-офф, четвертьфиналист и полуфиналист прошлогоднего чемпионата Европы по баскетболу. Все это соперники России по группе D на Евробаскете следующего года. В сборной Великобритании, Турции, Бельгии, Латвии и Сербии, которые разыграют между собой четыре путевки в плей-офф. Здесь только, пожалуй, одна команда. Это Сербия, которая феноменально выступила на Олимпийских играх и имеет серьезный потенциал стать и первой на чемпионате Европы. Наверное, это сборная Сербии во главе с Милошем Теодосичем главный фаворит этой группы. И Латвия, и Бельгия, и Великобритания, несмотря на возможность усилиться баскетболистами из Национальной баскетбольной ассоциации, это не страны гранды. Но, опять же, не стоит забывать, что европейский баскетбол сильно подравнялся за последние десятилетия. В прошлом году как раз команда России не смогла выйти из группы, что повлекло за собой смену тренера сборной и президента Федерации баскетбола страны. Пришел Андрей Кириленко и Сергей Базаревич, под руководством которого команда легко прошла отбор на Евробаскет, одержав четыре победы в четырех матчах, а до этого выиграв все девять товарищеских встреч. В составе появилось много молодежи, но при этом Базаревич оставил главных звезд Карасева и Мозгова, который с 49 очками стал самым результативным игроком на отборочном турнире. Я не могу сказать, что сборная так катастрофически преобразилась. Наверное, в первую очередь изменилось отношение к сборной со стороны Федерации после избрания Кириленко, который знает все проблемы существующих игроков, понимающих, что нужно сделать. «Базаревич исповедует, как и многие, быстрый баскетбол. Есть проблемы, связанные с тем, что для того, чтобы быстро играть в нападении, нужно сначала подобрать мяч в защите. С этим у нас существуют какие-то проблемы. Когда получается хорошо играть в защите и подбирать мяч, тогда получается быстрое нападение. Но не всегда». Вероятно, Международную федерацию баскетбола устроил опыт 2015 года, когда турнир проводился в четырех странах. И в 2017-м матчи группового этапа пройдут в Финляндии, Румынии, Турции и Израиле. Сборная России сыграет свои матчи в Стамбуле, так как по новым правилам Евробаскета каждая из четырех стран-организаторов получила право заранее выбрать одного из пяти соперников себе в группу. Турция выбрала именно нашу сборную. «Для нас это очень удобно, потому что плей-офф после группового этапа будет проходить так же в Турции. Это добавляет нам один дополнительный день для подготовки. Ну и тут момент не только переезда, это еще и момент акклиматизации, который важен. Так что, в принципе, для нас чисто по спортивной части это очень удобно. А зачем это делают? Ну, в моем понимании, для привлечения болельщиков, потому что страна, хозяйка выбирает себе наиболее привлекательную, другую страну, партнера, болельщики которой, как они верят, поедут». Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 июня следующего года. Данил Махалин, Андрей Батурин, Игорь Калюжин, Алина Косумова. Вести.